привет всем еще раз живейший живейший отклик вызвало видео о соответственно играх советских детей и все такое прочее тем более сейчас прошел фестиваль цифровая история которая вызвала живейший отклик естественно да и конечно мы рассказали не все более того было огромное количество комментариев где прочитав некоторые из которых я реально вспомнил и если даже список здесь составил во первых хочу сказать что да ребята крыжовник бывает зеленый я понимаю но я имел ввиду конечно же те сорта которые вызревают потом у меня на даче зеленого крыжовника не было но уже с тех пор уже с тех пор я был буржуи да но вот начнем мы все-таки не с этого а вот егор как раз предложил очень интересную тему про литературных героев в которых мы играли я предлагаю сказать почему да такая тема возникла а дело в том что у нас надвигается новый фестиваль 6 по счету который пройдет в москве 30 ноября и 1 декабря он будет двудневным как и мартовский фестиваль этого года и вот тема этого фестиваля литература и история то есть мы будем разговаривать в основном о книжных героях прототипами которых были какие-то исторические персонажи но и мы знаем что в основном мы составляем основном общество составляет представление о том или ином историческом лице или даже историческом периоде конечно не по историческим монографиям а по художественной литературе и кинематографу кинематограф мы обсудили уже, а сейчас поговорим о художественной литературе. И вот в связи с этим всплыла тема литературных персонажей, в которых мы в детстве играли. Что касается фестиваля, то ссылочка на покупку билетов находится в описании. Дорогие друзья, там будет очень интересно, там будут все наши любимые спикеры. Олег Валерьевич Соколов будет рассказывать про трех мушкетеров. Кирилл Борисович Назаренко про Одиссею капитана Блада. У меня даже родилась маленькая идея. В качестве одной перебивочки я могу буквально за две минуты рассказать, где находятся реальные мушкетерские места в Париже. Прекрасно. Только надо будет согласовывать с Олегом Валерьевичем Соколовым. Понимаешь? А то Виконфайт и все, нет у нас Павлика. Да, да. Понимаешь? Всем легко обидеть Павлика. Да, действительно не так сложно. И, в общем, куча всякого интересного. Мы с Перцем готовим отличный сценарий. Кроме того, будем очень много петь. Наши новые песни. Старые тоже. И «Зеленые рукава». И «Стали не отставлен» прозвучат. Но будут и новые песни на историческую тему. Звезда присоединится к нам традиционная наша с большими глазами. Нафиса Рустановна прибудет. Вот у нас требовали в комментариях к мему, который это выражал, требовали не исторический рэп, в котором мы уже себя проявили, а исторический рок. Исторический рок. Вас ожидает исторический рок. Самый настоящий. Ну, правда, такой анплакт, естественно, мы не можем пока себе позволить. Но будет вполне себе. Но мы к этому идем. Ну, а, собственно, про детство, про героев. Вот ты с каких персонажей играл? Слушай, ну, естественно, я ребенок конца 70-х, начала 80-х годов. Естественно, это были две темы. Первое, это все, что связано с Великой Отечественной войной. Второе, это, конечно... Войнушка. Войнушка, да. Второе, это, конечно же, мушкетеры. Но тут, как бы, особо не вудроство и лукаво. Я был влюблен в Констанцию. Реально. Я вообще... Ирина Алферова? Ну, это она, как бы, в миру, Ирина Алферова. Ты его, именно в образ. Да, я был, конечно, влюблен. Влюбленный образ. Ну, естественно, я считал, что она так... Вот эта актриса, она так и живет. Она так по улице так и ходит. Такое-то все... Вот такой... У меня настолько этот образ потом прошел через года, что, видать, когда я увидел свою там будущую супругу, видать, у меня это сработало. То есть, ты жмился на Констанции? Ну, естественно, она там не отличается, но образ... Я понял, почему ты во всех спорных ситуациях считаешь себя Д'Артаньяно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты тысячи чертей! Вот. Ну... Там уже весь в белом. Но это... Я на футболке уже сегодня два интервью сделал, чтобы хоть как-то переменить антураж. Уже не совсем в белом. Да, уже не совсем в белом, но такой немножечко поблекший. Поэтому, конечно, мушкетеры и немцы, и вот это вот все, это было... Это немцем? Нет, как раз, понимаешь, проблема в чем? Никто не хотел быть немцем. Да, я помню. Это вот сейчас реконструкторы, наоборот, фрицам быть почетным, потому что... Это очень важный, кстати, момент, очень важный деталь. Никто не хотел быть немцем. Никто не хотел. Сейчас фрицам быть почетным, потому что там, во-первых, больше денег надо, на самом деле, на мундирование, на это все, и это более такое рафинированное. А тогда... Ой, это что? Я как вспомню, прежде чем сыграть войнушку, дело доходило до драки. За кого? Войнушка начиналась уже на этапе, за кого ты будешь играть. Это правда. Так, а ты в «Мушкетюров» играл по фильмам, или ты книжку тоже сразу прочитал? Книжку я... Нет, я тебе скажу честно, книжку я прочитал потом, и, честно говоря, очень удивился. Ну, потому что кино, оно... Ну, кино гениальное, на самом деле. Я согласен. Без базара. И я, когда экскурсию вожу по Парижу, мне очень легко говорить, вот Людовик Тринадцатый – это Табаков, хотя они нихрена не похожи друг на друга вообще ни разу, там, чисто как-то так. И Анна Австрийская тоже нифига не похожа на, соответственно... Ну, они уже и у Димани особо похожи. Да, но когда я прочитал книгу, я поразился, насколько она действительно отпечается от кино. А потом я очень жалею, что мне не дошли руки. Я провел, когда учил французский язык, вообще исследование, как менялся образ мушкетёра в кинематографе. Это, кстати, очень интересная история. И мне, честно говоря, образ Д'Артаньяна вот в книжке понравился меньше. Всё-таки вот Боярский, он как-то вот вытеснил. Потому что он менее благороден. Ну, потому что в книжке он менее благороден. Я помню, меня смучило, что у него был роман с Мелидией. И Атос там не было, и Атос вообще за счёт бабы живёт, да, и как бы и бьют они своих слуг, и там потрясающая была сцена, что как слуга Д'Артаньяна завоевал уважение к себе. Он Д'Артаньяна просто избил. И после этого тот не заикался о жаловании. Кстати, в Париже есть мост, на котором он этого планше нашёл, не он, по-моему, на самом деле. Ему, по-моему, привели. Там я уже, честно говоря, не помню подробностей, но, по-моему, нашёл не Д'Артаньян, по-моему, кто-то из других нашёл, и мы привели этого слугу. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Вот. Поэтому я всё-таки вот как-то вот образ, образ вот этих вот, вот этой четвёрки великолепной, он у меня был из кино, конечно. Атос там, кстати, тоже мерзкий у Дима. Он не такой благородный, как Смехов. Вот. Ты, кстати, извините за автобус, ты знаешь, что я какую-то передачу видел, я этого не замечал, но оказывается у Смехова там максимальное количество крупных планов. Я знаю, да. Да, и что его потом стебали. И это какой-то, я не понял. Насколько я помню, он просто не мог сниматься. Он был очень занят в театре. Да, да, да. Технический бак какой-то, да. Не-не-не, там не технический бак. Он просто был занят на съёмках непосредственно гораздо реже, чем остальные артисты. Вот. И он приезжал, и поэтому его сразу снимали крупно, потому что в остальных моментах чаще другие появлялись. И чтобы вот ликвидировать эту диспропорцию, его снимали крупно. Ну, а это, ну, для актёра это всегда круче, когда вот себя там, значит, его там всегда троллили, так, ну, по-доброму. Я слышал это от Валентина, смотри, сколько портов сыграл. Вот. Поэтому вот у меня было вот так вот. Вы палки использовали? Да, ну, конечно, палки, да, палки. И надо сказать, что, естественно, когда ты был на даче, там было больше возможностей, потому что был сарай, был топор, и можно было найти какой-нибудь там уже в сарае кучу всяких там палок-досок, её обстругать. И я помню, что, опять-таки, доходило порой в школе, у нас был случай, доходило до, как бы, ну, до неприятных вещей, что там тоже одному мальчику чуть этой палкой глазик-то не выкололи. Это было опасно. Да, поэтому, ну, потому что пытались фиктовать, естественно, никто этого не умел делать, всем казалось, это так просто, ну, они там что-то там, что взял, а на самом деле, как выяснилось, это же целое искусство, годами там люди натренировывались, там, я когда начал заниматься восточными единоборствами, вот у нас, мы начинали с подшага, который вот в этом фиктовании, да, подшаг туда-сюда, туда-сюда, пока ты этот подшаг не научишься делать грамотно, то у тебя вообще ничего не получится. Поэтому, на самом деле, там, даже не столько важно вот это дело, а сколько ты ногами вообще дрыгаешь и умеешь отскакивать и прискакивать вовремя. Естественно, это делали неумеющие, как бы, и так далее. И ещё я совершенно точно помню, меня поражало, как вот этот Банасе спал вот в этом шкафу, ну, не шкафу у него такая, значит, занавеска, мне казалось это дико уютно и круто. Господи, я попробовал себя на даче это сделать, я убрал нафиг вот занавеску, потому что он душный, невыносимо спать. Вот, выяснилось, что это никакой романтики в себе не несёт. Так что вот так вот, а у тебя как? Я тоже играл в «Мушкетёров», но меньше, видимо, к моменту моего взросления это уже отошло, хотя я сразу же, посмотрев фильм «Бертония Антрия Мушкетёра», я сразу же взял книгу и прочитал её. Я помню, что она не оставила у меня разочарования. Я сразу же прочитал «20 лет спустя следом», «Мои веку он доброжил он», и, в принципе, все эти книги были интересны, хотя «Атрия Мушкетёра» самое лучшее. Нет, я прочитал ещё потом «Королёву Марго», то есть я «20 лет спустя не читал». Да, как раз, я вот не помню, какой это год, как раз прошёл французский фильм, французский сериал, восьмисерийный, «Графиня де Монсаро», все сразу же бросили читать «Графиню де Монсаро», тоже очень бодрый, вообще отлично. И это всё, конечно, способствовало тем самым играм с полками. Но вообще у меня дома было очень много приключенческой литературы, и родители много читали, они сразу мне там, как только запрос появился, сразу же передо мной выросла стопка книг, и я подряд прочитал «Остров сокровищ», «Одиссею капитана Блада», кучу всяких романов Александра Дюма, там второстепенных, и пребывал в диком восторге. Кроме того, книги, которые оказали влияние на повседневность детскую мою, это Тимура и его команда, то есть она не устарела, и вообще это такая архетипическая книга, потому что она описывает вот такие классические детские игры с какими-то своими собственными тайными организациями, паролями, вот, тайными миссиями, которые надо скрывать от взрослых, но которые очень-очень важны. Вот, и я помню идея там какого-то тайного штаба и каких-то тайных, такой как тайной грамоты, которую не понимают окружающие взрослые, она владела умами всех мальчишек в нашем дворе, вот, и мы это вот активно реализовывали, конечно, Тимура и его команда, причем это вот именно книга, потому что какой-то культовый фильм был, конечно, он был снят еще при жизни Гайдара, по-моему, первой экранизации, и вторая экранизация была позже, уже, возможно, в 80-е или 70-е годы, но я не помню ни один из этих фильмов, и вот на этот тип повседневности оказал влияние именно книга, ее читали все. Ну и вообще Гайдар, как бы начиная от Мальчишаки Бальчиша, и там дальше эти все его знаменитые произведения, Чук и Гек, Голубая чашка, я помню, очень нравился на Графских развалинах, там, вот, но Тимура и его команда самая культовая, потому что она прямо великолепно описывает подростков, которым нужно куда-то выместить свою энергию, и они ее довольно интересно вымещают. И у меня в голове, кстати, вот вот эта вот, Тимура и его команда отчасти, отчасти перекликалась с, как ты думаешь, с чем? Не знаю, с чем. С приключениями Геккельбери Финны, ну, Тома Сойера, и в основном Геккельбери Финны, потому что в Геккельбери Финне они бегут из дома. Вот, и это тоже архетипическое поведение вот пацанов, которым обязательно нужно сделать какое-то великое дело тайком от взрослых, вплоть до того, что они готовы даже убежать. И я сидел и думал, блин, а не убежать ли мне? Ведь это так круто, там, на плоту по Миссисипи, вот куда на плоту нужно от нас поплыть? Вот. То есть, вот такие мысли меня посещали, это было очень важно. Потом появился Тарзан. Тарзан, это... Ну, это совсем лишь позднее. Позднее. Ну, как позднее? Позднее – это для Советского Союза позднее явление. Для меня это было раннее явление, потому что лет в девять, наверное, ко мне эта книга попала. Но до этого мы сходили в кинотеатр и посмотрели старые ещё 30-х годов в фильме с Джонни Вейсмюллером. А произошло это так. Дело в том, что фильм Тарзан с Джонни Вейсмюллером оказал какое-то колоссальное влияние на моего деда, который посмотрел эти фильмы в 47-м году, будучи ещё совсем молодым человеком, там, 20-летним, наверное, да? И он мне все уши фактически прожужжал, что Тарзан – это очень круто. Вот я помню, я читал «Магли», а он сказал, что «Магли», конечно, нормально, но есть Тарзан, и Тарзан – это вот не менее круто. А может быть, даже и более. И, в принципе, всё то же самое. Просто там не волки вырастили мальчика, а обезьяны. Я думаю, так, интересно, модификация. И мы пошли смотреть. И вдруг в кинотеатре показывают Тарзана 30-х годов. И я прекрасно помню, что это чуть ли не единственный. Я потом видел только два раза такое, когда весь зал был набит битком, и люди даже стояли. Я видел такое потом на «Терминаторе-2» один раз в 92-м году. И потом на премьере «Хоббита» первого. Вот, Питера Джекса. Всё, больше я такого никогда не видел, чтобы вообще вот ломился, ломились люди на сеанс. Люди реально ломились посмотреть этого Тарзана, потом через неделю показали вторую серию. Причём там перед началом наступал какой-то киновед, и мне так понравилось. Я думал, вот это идеальная очень приключенческая история. А книжек не было. Причём я недавно, вот когда готовился к лекции на фестивале, я узнал, что собирались, поскольку фильм в СССР был очень популярен, пока его не прикрыли в конце 50-х, собирались издать книгу. Приступило к подготовке издания государственного издательства Литовской ССР. Вот. Но в последний момент комиссия по культуре ЦК КПСС объявила, что это бульварный роман. Поэтому издавать ни в коем случае нельзя. Хотя за 10 лет до этого при товарище Сталине считалось, что это идеологически верная история про человека, который вырос в чистых условиях, в условиях джунглей. И столкнувшись с воротилами из буржуазного мира, вступил с ними в неминуемую борьбу и вышел победителем. То есть, книга разоблачает бездуховность буржуазного общества, что, в принципе, так и есть. Я потом прочитал, что автор Тарзана Эдгар Райсберос, он ненавидел Голливуд, потому что Голливуд всячески, значит, с его точки зрения искажал его произведение, и на нем наживались. И он в одном из, в одной из последних книг о Тарзане вывел такой сюжет, что Тарзан приезжает в Голливуд, где снимают фильм про него. Вот. И приходит на съемочную площадку, а режиссер думает, что это вот пришел актер пробоваться. Говорит, нет, этот не подходит, этот совершенно не подходит. Вот. Вот как только вышел Тарзан, опять же, книжки сразу же началась какая-то просто эпидемия Тарзанок. Мы там, значит, привязывали веревки к деревьям, летали на них, пытались подражать Тарзанину крику. Это было очень круто. Вот это, пожалуй, мое самое сильное впечатление, связанное с книгами из детства. Со штабом, на самом деле, я жил неподалеку от Пискаревского лесопарка. Он мне тогда оказался просто огромный. Потом, когда я уже вырос, и бабушка отошла в мир иной, и я поселился в ее квартире и стал там бегать. Он мне уже таким огромным не казался. Но в детстве это было просто какая-то чаще. И там мы сначала мы там делали какой-то шалаш, а потом мы пытались даже на ветках там что-то там, какие-то доски волокые, господи, чем-то так и не занимались. Да, да. Вопросы к Гекке Берифину. Меня в свое время тогда я его сначала мне мама заставлял читать, а потом сам его читал несколько раз. Может, краснокожих о Генри. Это один из самых гениальных вообще рассказов, которые я, в принципе, когда-нибудь читал. И вот этот мальчик, он меня потряс до глубины души. То есть я никогда не думал, что оказывается, можно вот так вот быть. Ну, видимо, сильные впечатления на тебя приведут. Да, да, да. Заметно, да. Да, видите, все заметно. Тут скрываются вот эти вот... Мы на приеме у психолога, где Павел Перец раскрывается. История из представления Перца. Да, но возвращаясь, соответственно, к остальным приключениям. Во-первых, конечно же, друзья мои, я совершенно забыл, что помимо всех вот этих игрулик, на что мы играли, пуговицы, естественно, офицерские. Конечно, пуговицы. Да, причем больше, естественно, поскольку их было меньше, то больше ценились все, что связано с морем, да, вот эти вот, с якорями. Это... Я лично помню, что у меня были несколько таких пуговиц, и у нас был какой-то мальчик, у которого папа был военный. У него, соответственно, был unlimited определенный. Но просто надо понимать, что сейчас ты пошел в любой, там, не то чтобы военторка, и вот просто, ну, сколько денег есть, столько ты... Такой ты и генерал. А тогда ведь купишь, нужно было удостоверение, пойти и купить. Соответственно, на пуговицы, да, дулись, это правда. Затем я вот прямо... Все холодильники же, все холодильники и ванных, и прочих, все были в этих переводных картинках. Переводные картинки, это был какой-то бич, самый настоящий. И они были абсолютно разные. Были устойчивые, были неустойчивые, были с машинками, были с какими-то даже бабами, там, с чем угодно. Но у бабы с бабами такую проблему. Да, я этим занимался постоянно. Потом была абсолютно точно тоже, помню, такая развлекуха, как лазать в подвале. Лазать в подвале вообще. Иногда там даже штабы устраивали. Да, да, да. Вопросу штаба. И это было так тоже романтично и прочее. И я даже сейчас вспомнил, что помимо вот этих лазаней в подвале... В подвале, подвалы, вот я не знаю, как у вас, у нас были как-то почище. И не было, надо сказать, что никаких бомжей тогда не было. Не, бомжей не было. В подвалах, вообще, я уже говорил, да, в одном из... Бомжей в Советском Союзе не было. То есть я уже рассказывал о том, что я искренне... В следующий раз, когда вы будете обзывать Павла мелкобружуазное имя, вы вспомните, что он сказал, что бомжей в Советском Союзе не было. Не, ну я же всегда говорю, что, как бы, что было хорошее, что было плохое. То, что в Советском Союзе не было бездомных, я говорил не раз, и в этой связи, я повторюсь, меня поражали карикатуры в «Крокодиле», где показывали, как на Западе люди живут в коробках. Я не понимал. Я думал, что это... Ну, то есть, ну, вот это был самый настоящий когнитивный диссонанс ребенка. То есть, я не понимал контекст, я не понимал, как это вообще возможно. То есть, что из коробках? Они действительно там жили. Да, а в зиму... Нет, ну, конечно, они там жили. Я был в Штатах, и я их видел, на самом деле, и в Майами, и в Нью-Йорке. Сейчас уже не нужно ехать в Нью-Йорку, для того, чтобы увидеть, как живут в коробках. Сейчас уже... На шкапе, наверное, можно смотреть. Ну, да, но у нас их все-таки еще пока меньше таких, потому что там просто есть целые, действительно, городки, и в Париже в том же самом. Причем в Париже они какие-то очень упитанные и довольные. В Нью-Йорке они немножко другое впечатление производят. Ну, вот мой сын, когда ему, наверное, 7 лет было, когда он в Труи выехал в дальние края, вот когда он увидел вот эту жизнь в коробках, он слегка преобалдел, потому что даже у нас он такого не видел. Да, нет, там это нормально. Ну, вот я тебе хочу сказать, что в Майами они тоже не произвели на меня какого-то несчастного впечатления, а в Нью-Йорке, да, бывают разные. Затем волшебный материал под названием проволока. У меня рядом была телефонная станция. Значит, задача была туда залезть и отпилить. Там такие стояли большие катушки, значит, и там, соответственно, в такой оболочке черной цветная проволока. Цветная проволока очень ценилась. Ну, нужно было, соответственно, пойти отпилить кусок вот этой штуки, чтобы тебя не заметили. И ты был король. Все, у тебя вот этой цветной проволоки. Из этих цветной проволоки делались, естественно, солдатики. И были на самом деле такие умельцы, которые реально потом они к этим солдатикам прикручивали какие-то самодельные маленькие мечи, эти щиты, каски делали. То есть, ну, это было действительно очень круто. то есть, проволока. И сюда же, сюда же, это опять-таки капельницы. Ну, капельницы имеется в виду материал, да, который он делает, из которыми, по которым это, собственно, поступает в организм. Чего только из них не делали. Вот их плели, были ручки, были какие-то чуть ли не картины. То есть, я помню, что у меня была в школе ручка из капельницы сделана. Она была дико неудобной. Вот ей писать было очень удобно, но она была настолько понтовая. Причем они там были с разноцветными вкраплениями. Они обычно такие, как желто-бежевые, а там еще вот такие синенькие, зелененькие туда впендюривались. Я вставлю пять копеек про солдатиков. Потому что это была очень важная составляющая жизни советского мальчика. Солдатики, это был просто какой-то культ солдатик. Да, ну, были покупные, а были самодельные. Да, да. Ну, вот у меня, например, самодельных я сам не делал. И я не припомню, чтобы кто-то в моем окружении делал. Но покупных было очень много. В основном солдатики были связаны с Великой Отечественной войной, но были и оригинальные наборы. В частности, самый вообще топовый оригинальный набор, очень модный, это был набор «Ледовое побоище». Не помнишь? Нет, «Ледовое побоище» я не помню. Вот у меня был, это был очень модный, там был набор рыцарей и набор, соответственно, ратников Александра Невского. Вот это вообще был топчик. Ну, это уже, да, это уже совсем такое позднее, потому что в мое время такого просто не могло быть. В мое время самое расхожее, это был такой, как сейчас, синего цвета, пластмассовый солдатик, матрос. Был такой, да. Они разные были. Был набор 20-го века, вот таких вот разноцветных, пластмассовых, а был набор всяких исторических. Я помню, там был какой-то драгун или гусар времен 12-го года. Но они были такие по трафарету сделанные, и вот их было просто пруд, пруди этих солдатиков. Значит, вот капельницам еще хочу добавить тему, конечно, со сжиганием. У меня был аппарат. Аппарат для выжигания. Аппарат для выжигания, и воняло, естественно, это все страшно, но этим увлекались. Были кружки, на самом деле, куда-то ходил заниматься. Я туда пару раз ходил и понял, что, в принципе, ну, как бы, то есть я могу кружки выжигать, могу дома выжигать. Поэтому я стал выжигать дома. Дальше это еще совсем в такое глубокое детство. Еще в детском саду, конечно, очень любили делать секретики. И не только, кстати, девочки-наймальчики. То есть ты берешь расколото стекло, где-то там какую-нибудь ромашечку или еще что-нибудь, какую-нибудь хрень сорвешь, вставляешь, земелькой присыпал. Потом берешь девочку и говоришь, хочешь, покажи секретик? Вот. Идешься и показываешь секретик, и все довольны. Вожу постоянно вот сейчас по проходным дворам в Питере. Я показываю секретики закопанными 20 лет назад. Вот в этом и есть секрет. Сейчас там другие секретики, да, люди. Теперь это называются закладки, и там отнюдь не ромашки продают. Значит, холодильники на окнах до сих пор висят иногда. На окне такой деревянный ящик, куда складировали в холодное время года. Ну, разное. Там соленья хранили, совсем в мороз могли мясо хранить, и они до сих пор существуют, по крайней мере. Ну, в Петербурге такое и есть. Качели. Во дворе стояли такие качели, вот такие вот. И на них можно было сделать два элемента. Свечка и солнышко. Значит, свечка, это когда ты... Ну, то есть на них, естественно, надо было садиться вот так вот туда и раскачиваться. Но для того, чтобы раскачаться, тебе же нужно какие-то телодвижения делать. Поэтому ты ногами встаешь вот на боковые вот эти штуки и делаешь. Значит, свечка, это когда ты так залетаешь, встаешь и обратно. Но самое, конечно, крутое, это надо было сделать солнышко. Значит, в чем была проблема? Значит, эти качели, у них были стандартные, стояли почти в каждом дворе, они стояли на четырех таких ногах с плоским основанием у каждой ноги. И вот эти ноги, их, конечно, в идеале надо бы вкопать, но они очень часто были вкопаны. Поэтому нужно было сделать так, чтобы они не отрывались. Потому что очень часто, ну, либо на них накладывали камни, кирпичи. Но иногда кто-то стоял. Да, но иногда на самом деле, да, либо кто-то стоял. Но иногда, когда ты так раскачиваешься, они начинали еще вот так вот ходить ходуном. И ты сидел на измене, и как бы во время этого солнышка эти качели бы нафиг не опрокинулись. Я понял, что когда первый раз делал это солнышко, я чувствовал себя, ну, реально Юрием Гагарином. То есть, было дико страшно. Уже не Д'Артаньяном, а Юрием Гагарином. Ну да, уже не Д'Артаньяном. Потом каждую зиму, вот у меня сосед на втором этаже наш, Михась, у него был папа, значит, мы ходили заливать горку горячей водой. Ну, то есть, чтобы она равномерно распределялась, она должна была быть горячей. Это было традиционно. Катка у нас во дворе не было, но у некоторых был каток. И ходили заливать каток. Был бы у нас каток в дворе, может быть, я был бы хоккеистом. У нас катка не было, соответственно, хоккеистом я не стал. Потом была еще такая тема. Я помню, что мы с родителями ездили туда за Приозерск. Электричка была с Финляндского вокзала, и людей было столько, что меня, я это отчетливо помню, я был маленький, меня передавали на руках. Вот так вот по толпе. Я такой, значит, как это сейчас, сейчас такое, может, на концерте, когда, знаете, на панк-группе вот там слэм начинается. А там вот так вот тебе передают на руках, потому что там кто-то забежал и занял место. Вот. И, соответственно, меня туда, вот, и все дружно туда передали. Да, потом, естественно, кораблики. Кораблики делались в основном, конечно, из пенопласта. Это было ужасно, потому что надо было так вот тереть. А стену он издавал отвратительный звук, который, да, вот по... Но чего не сделаешь, значит, вытачиваешь эти кораблики, и вот в апреле, когда начинается вот это все, ты эти кораблики начинаешь пускать. Можно было делать еще и с коры древесные, но они как-то, они были не такие устойчивые, и они были не такие большие. А вот из пенопласта было самое то. Я хочу сказать, что из бумаги мы кораблики не пускали, потому что, ну, мы как-то, не знаю, понимаем, что они утонут. Ну, то есть, он проплывет и утонет. Поэтому из бумаги мы делали самолетики. Самые разные, но это, мне кажется, уже все делали абсолютно. Дальше была такая игра в танчики на бумаге в тетрадке. То есть, на двух листах ты рисуешь вот здесь танчик, и там танчик. И вот так вот надо перевернуть и убить. Но было еще одно развлечение, как я сейчас помню. Берешь такой большой блокнот. У нас один чувак так очень круто делал большой блокнот. За 10 копеек покупался он. И рисуешь такую мультипликационную историю. То есть, вот едет там машинка, и когда ты вот так вот ее делаешь, она движется. Есть такая замечательная группа, белорусская петля пристрастия. В них есть клип. Вот он по такому принципу сделан, на самом деле. Дальше что еще было? Дом пионеров и школьников. Это, как бы, вот такая кормообразующая история. Сейчас это называется подростковые клубы. А тогда это было, или может сейчас это как-то по-другому называется. Это были реально отдельно стоящее здание, где вот все, что хочешь. Какой хочешь кружок. Хореография. Я помню, ходил в морской кружок, о чем я мечтал быть моряком. Одно время изучал там все эти морские узлы и эти знаки и прочее. Мне даже написали рекомендацию для поступления, значит, в Макаровку. Ну, как будто бы она там сыграла бы какую-то роль. Можно подумать. То есть, ДПШ. Из прищепок делали смострелы. Очень просто они делались. Спичками ты стрелял. То есть, там надо было положить кусочек, соответственно, как это на карабке называется, боковая часть, в которой спичку зажигаешь. Уж забыл. Черкаш. О! А память-то. Черкаш. Нужно было туда положить черкаш. И так вот он. И она так выстреливает и летит, сгорает и приземляется. Естественно, пистолетики с пистонами тоже. Ты, наверное, помнишь, были такие тоже стандартные. Были, были, да. Но я больше водные любил. Появились водные. Да, водные они были круче. Потому что, на самом деле, пистолетики с пистонами, не все пистоны стреляли. Во-вторых, не все пистоны стреляли громко. И, в общем, давали сбой. Эти пистолеты очень часто, надо сказать. Поэтому это было. Дальше. Я помню, один раз я попал в гости к человеку, который занимался фотографией. И он мне пригласил, значит, проявителей, крепителей. Да, на проявку. Я охренел, короче, в ванной, да, в таком каком-то темно-красном свете. Значит, это все дело происходит. И это было черно-белое. И как проявляются цветные, я никогда не видел. У меня дедушка постоянно этим занимался. Ну, это была какая-то просто магия. И когда ты получал, они кладут в ванночку, потом, значит, там проявляется, ты получаешь фотку со своим изображением. Кто бы тогда сказал, что пройдет время, я так... Как бы это все будет. Ты закончил или у тебя там еще? Не, у меня еще, ну ты, пожалуйста, скажи. У меня вот по поводу того, что будет, я помню, что в детстве я фантазировал о том, как раз, что будет. И однажды я папе рассказал о том, что я увлекался футболом. Это, кстати, очень важная тоже часть мальчишеской жизни. Мы немного в прошлый раз упомянули, но сейчас можно по-подруге сказать. Во-первых, летом я уезжал к бабушке, и практически все мое свободное время занимали какие-то игры с мячом. И мне настолько это нравилось, что я однажды отцу сказал, что вот было бы классно, если бы была компьютерная игра, в которой можно было бы играть в футбол. Ну, условно говоря, нынешняя FIFA. И тогда тоже невозможно было, я помню, что отец так с недоверием это воспринял. Невозможно было представить, что через какое-то время появится условная FIFA, в которую ты можешь сыграть за Лионеля Месси, за кого-то другого. Но вообще футбол был очень важен еще и потому, что сборная Советского Союза тогда выступала довольно уверенно. В 88-м году это, да. Во-первых, финал, дошла до финала чемпионата Европы, где проиграла сборная Голландии, но могла бы и выиграть. И вообще там был какой-то сумасшедший турнир, где по очереди голландцев обыграли в группе, обыграли голландцев, потом обыграли англичан, потом с ирландцами сыграли в ничью. В полуфинале вынесли Италию. Вообще. Ну, когда такое было. И вот в финале снова вышли на голландцев. И Марко Ван Бастон тогда переиграл сильно Рената Досаева. Но, тем не менее, все равно в нашей финале это было круто. Это было воспринято как поражение. А во-вторых, тот же самый 88-й год, это финал, это Олимпиада в Сеуле. И сборная СССР опять же в финале обыгрывает там Бразилию. То есть, это вообще всем пацанам во дворе снесло просто голову. Потом, правда, был чемпионат мира 90-го года. Уже очень неудачный. Но все равно мы очень увлекались футболом и бредили футболистами. Моим любимым футболистом был Олег Протасов из киевского «Динамо». И 11-й, по-моему, или 10-й, наверное, номер. Или 10-й все-таки. 10-й, наверное, номер сборной СССР. Вообще, я... Мой кумир главный. То есть, никакой актер, никакой артист не мог сравниться для меня с Олегом Протасовым. И тогда же стала дико популярна жвачка «Финал», в которой были вкладыши с изображениями футболистов. Вот какая-то забугорная жвачка. Вообще было, насколько я помню, три самых жвачки. «Финал» с футболистами. «Кола», там какая-то лажа была. Она самая неинтересная была. И «Турбо». Нет, «Лофф Ис» появился попозже. Помимо Дональдов, которые нам уже было лет по 10-12, и Дональды с этими персонажами диснеевскими, они уже казались какими-то совсем детскими. Нафиг. Неинтересен Дональд. А тут тачки, футбол, все по-нашему. Но мне больше нравился футбол, и до сих пор больше нравится футбол. Поэтому я собрал за 90-й год, по-моему, всю коллекцию этих финалов, чем был очень горд. Причем собирать коллекцию было очень важно. Это определяло твой престиж, твою социализацию. Я помню, что там выменивали эти финалы, думали, как, значит, на один редкий вкладыш, за один редкий вкладыш давали три часто попадающихся и так далее. Ты собирал какие-нибудь? Ну, естественно, я и к вкладышу собирал. Более-то я в дюбле собирал марки. Причем, марки, да. С паровозами. Марки, это уже отошло. У меня была тоже большая коллекция марок, это осталось от родителей. Но я как-то быстро к этому охладел. Не-не, у меня продолжалось, у меня папа железнодорожник, я его с паровозами собирал очень долго. С паровозами и с кораблями, да. Если бы были марки с футболистами, я бы их собирал. Я помню, что вот это вот для меня очень важный такой период жизни. Некоторые вставляли эти вкладыши вместо марок. Были такие альбомы, я помню, что некоторые вставляли. Вот. Потом очень важный момент детства, это на самом деле школа. Что ты говоришь? Да, да, да. Ну, школа оформлялась в таком советском духе. Во-первых, я очень хорошо помню, как принимали нас в октябре. Вот. И все получили красные звездочки с портретом юного Владимира Ильича Ленина. Я помню, что через несколько дней у нас была молодая учительница, а через несколько дней один мальчик разрисовал ручкой. О, светлый облик Владимира Ильича. Вот. И мальчик так, мне кажется, не понял, что он сделал. Зато учительница очень хорошо поняла, что происходит у нее в классе. И на нее было жалко просто смотреть. Она вся побледнела. Вот. И, значит, выгнала этого мальчика из класса. Его, по-моему, исключили там из октября. Вот. Учительница была прям... Мне кажется, она больше за себя боялась, что если кто-то сейчас узнает, что у нее в классе разрисовало Ленина, вот это... Может, нехорошо. Обернуться нехорошим. Было ей очень жалко. А потом нас принимали в пионера. Я вообще это последнее поколение пионеров. Потому что нас приняли 15-го мая 91-го года в пионеры. Вот. Ну и все. Как бы на этом закончилось. Но я еще помню, вот нас возили в Творец пионеров. Мы произносили эту знаменитую клятву перед лицом своих товарищей. Торжественно клянусь. Дальше там подробно перечисляется, в чем клянусь. Ну, вообще, тогда оказалось круто и стильно. Красный галстук. Нет, это было круто, да. Меня принимали в мраморном дворце. Вот там тогда был музей революции. Причем принимали все... Ты комсомол, ты не дорос тоже, да? Я дорос. Я не пошел в комсомол. Я уже тогда все. Я уже соскочил. Я уже стал советчиком. Вот. Поэтому в комсомол я понял, что это совершенно уже не мое. И как-то я уже начал чувствовать это все. Пионерия была. Вот когда меня принимали еще в самом разгаре, это что? И я помню, что когда меня приняли, я специально пошел вносить ведро мусорное. И у меня... Это было зима. Я расстегнул как бы куртку, чтобы все видели, что у меня красный галстук болтается на шее. А меня должны были принимать у нас в школе 121-й. А я заболел. И я очень обломался. Но, как выяснилось, это было очень в кассу. Потому что меня еще нескольких людей, которые... Несколько ребят, которые тоже заболели или по каким-то причинам не могли, их отправили в следующую. И нас привезли реально в этот мрамор дворец. А там реально мистерия была. То есть это было очень круто. Это был сам настоящий такой акт инициации. И это очень сильно воздействовало на... В хорошем, кстати, смысле воздействовало. Потому что тебя... Ты реально... Ты учил эту клятву пионерскую, она про хорошее. И ты вот был обязан это все соблюдать. И так далее. Поэтому нет. Это, конечно, еще было вполне силе. Хотя, конечно, уже и тогда у нас многие там и Ленина разрисовывали в учебниках и прочее. То есть профессор, это просто детская раздолбайка. То есть кто-то разрисовал, там подошел взрослый, линейкой по затуху, по задней цедалке. Это постоянно. Всегда любили тусики прорисовать. И все. Но я помню, что было очень распространено такое понятие, как стыд. Вот я не знаю, как у тебя, но, например, у нас в школе ругаться матом было очень стыдно. И даже не в школе, а вообще во дворе ругаться матом было очень стыдно. И я помню, что... И все знали, что родители за это накажут очень серьезно. Матом дети тогда не ругались. Потому что это была действительно обценная лексика. Я вот, кстати, по поводу этого я хочу сказать, что было замещение этого. Были, так называют, всякие разные пахабные стишки. Пахабные стишки были, но вот ты их рассказывал там сугубо, вот там сели где-нибудь под горкой и рассказали друг другу пахабный стишок. Я тоже до сих пор их помню. Вот. Но прийти домой и дома рассказать, за это можно было получить только по башке. Вот я несколько случаев расскажу из того, что я помню. Один парень какой-то у нас что-то орал под окном, и моя бабушка вышла и сделала ему замечание. Вот. И он ругнулся, мотивнулся на нее. Вот. И она к нему присмотрелся и говорит, так-так-так, я же тебя знаю. Ой, маму твою знаю. Вот. И как только он понял, что бабушка знает его маму, он извинился в лице и начал умолять ее ни в коем случае не рассказывать. Ни в коем. То есть, у него был такой ужас на лице. Я, может быть, даже вообще такого больше в жизни не видел ужаса. Ему это было очень страшно. Вот. И когда писали там в школе в дневнике, ругался матом, это вообще было просто. Вот. То есть, это было очень страшно. Все боялись, что ты вот ругнулся, а родителям расскажут. Это было стопроцентное наказание и очень сурово. Сюда же, кстати, и сигареты, и алкоголь. Сюда же и сигареты, и алкоголь. Но это об этом вообще помыслить было невозможно. Но вот мат, это просто вот он был табуирован. И то же самое, кстати, касалось, например, опять же, не знаю, как у тебя. Я был свидетелем. То же самое касалось, например, мусора. То есть, идти по улице и бросить фантик. Если ты шел по улице и бросал фантик, тут же десять человек делало тебе замечание и говорят, как ты мог? Я сам вот помню несколько таких случаев. Как ты можешь? Подними, там, типа, урна стоит, там, и так далее. То есть, вот это оказалось абсолютно неприличным. Я, кстати, помню вот момент, как раз, по-моему, в 90-х, когда, блин, исчезли все урны. Я помню, да, конечно. И, значит, во-первых, после террористической угрозы они исчезли в метро, потому что, я вас удивлю, раньше в метро были урны. Я это точно помню. И я просто помню, что я иду, и мне некуда... У меня была колонка в Гаудамусе, кстати, об этом. Я писал, что, типа, ну, как бы... Гаудамусе двадцать пять лет, кстати. Да, какого хоть? Да, мы тут виделись с Воробьем, извините за автопыт, директора Уильяма Хакетас Джонса было день рождения, вот, и мы там виделись. Уильям Хакет Джонс, у меня было с ним интервью, и будет еще сейчас одно. Это замечательный англичанин, абсолютно нейтрализованный. У него такая есть личная миссия об улучшении имиджа России в... Ну, там, где он может, по крайней мере. Сейчас у него родился... В Петербурге. Ребенок от русской жены. В частности. Вот, так что он уже абсолютно наш. Вот. Поэтому, да, это было. А про стишки я просто... Я их подзабыл, я тут просто погуглил, и я сразу же их вспомнил про... Маленький мальчик нашел кимоно, пару приемов взял из кино. С криком кияй, ударом ноги, папина яйца текут сапоги. Вот таким замещался... Таким замещался мат. И еще были вот такие темы тоже... Да это вегетарианский какой-то стишок. Ну, я же не могу здесь не вегетарианский рассказывать. Я тебе могу такое рассказывать. Ну, конечно. Да. Я тебе могу такое рассказывать. Нет. Черный юмор вот в этом плане, он процветал, и было огромное, конечно, этих стишков, щастушек. Вот это вот... Ах ты супу захотел, а за луком ты сходил. Вот это вот все тоже было, как бы, и... Ой. Ну, в общем, не будем углубляться в эту тему. То есть, было и было. Еще я вспомнил вот такую вещь, как соки. Соки в магазине. Они продавались вот в таких вот консообразных штуках. Значит, к томатному соку всегда была соль в стакане. Такая кола стоящая. Это соль. Естественно, самый дорогой, я помню, сок был виноградный. Самый понтовый. И было мороженое. Ну, по-моему, про это я уже говорил. Я просто точно помню, что стоил крем-брюле стоил дешевле, чем кломбир. Кломбир, потому что стоил 20, а крем-брюле 15. Еще был ягод, плодово-ягодное за 7. Ну, это уж совсем как-то, я не знаю. Было какое-то с орехами, по-моему, за 27 или что-то такое. Ну, оно вообще, я не припомнил. Вот был еще такой эскимо в шоколадной глазури и очень редко попадавшийся в лимонное. Оно мне очень нравилось. Но за ним какие-то были сопредельные очень. Ну, вот мороженое, вот обычное. Пломбир, это я точно помню, 20 и 15 компей. В общем, мне крем-брюле очень нравилось. Мне тоже, да. Я был в Таллине у знакомых, и меня там накормили какой-то понтовый ресторан, накормили реальным крем-брюле, типа как оно должно было быть. Конечно, к нашему мороженому никакого отношения не имеет и вообще. Так, вот. Замечательная игра была в детстве, называлась бутылочка. Это, значит, вы садитесь по кругу. Естественно, поскольку все знали правила, все старались сесть определенным образом, и крутишь бутылочку, на кого концами показывают, тот целуется. Я в такую игру уже поиграл, только будучи студентом. Нет, ну будучи студентом, я уже, блин, другие игры играл там уже. Ой, я не знаю. Паш, у меня замедленные будущее студенты. Я тебе расскажу про будущее. Я прихожу на первый курс, мне говорят, пойдем пыхнем. Я говорю, милок, я завязал. Потому что, когда они там только... Что-то поздновато. Когда они там это все делали, я уже продавал это все. То есть, я уже был в жесткой завязке на первом курсе. Значит, мы находимся по адресу Розенштейна 21 сотрудником правоохранительных органов. Просьба, так сказать, выезжать. Мы еще пробыли здесь не менее часа. Павел вас ожидает и готов дать чистосердечные признания, показания. Двадцатилетнюю давность, даже не двадцатилетнюю, двадцатилетнюю же давность. Ну, то есть, реально, когда я пришел в институт, у него уже был университет, бончатая. Вот так я тебе сказал. Да. Поэтому нет. Поэтому в бутылочку я играл в детстве. У меня была Любовь, Ольга Кучина. Я к ней ездил на велосипеде Камо. Констанция? Нет, она была не Констанция. Она была, ну, почти Констанция, вот. Я к ней ездил на велосипеде в другой район. Для меня это было целое приключение, потому что я был еще маленький. Кстати, вот, не знаю, не отложилось у меня в памяти, но, видать, действительно, машины было настолько мало. Я помню, что улица Софья Ковалевская, на которой я жил, я, по-моему, об этом уже говорил, я никогда не смотрел там по сторонам. Потому что там не было машин. Там единственное, что ты мог был встретить, это троллейбус 38-й. А машин там не было. Сейчас ты приезжаешь, ты хрен там тачку поставишь. Просто некуда воткнуться. Вот такие. Ну, в общем, короче, вот, друзья, это вот то, что я еще дополнительно вспомнил. Естественно, возможно, вы еще там добавите там что-то. Хотя вот под прошлым выпуском там была такая прямо энциклопедия была в комментариях. Было очень приятно читать это все. Соответственно, как уже Егор сказал, вас ждет фестиваль. Фестиваль. Фестиваль, да, цифровая история. И на самом деле, ну, мы просто, видите, мы люди занятые. Но вот я все-таки надеюсь, мы доведем до конца и до ума то, что было задумано нами давно. И сейчас еще новые идеи мелькают. И я надеюсь, что в 2020 году мы представим перед вами еще там, может быть, не то чтобы в новой постасе, а с новыми форматами. С новыми форматами. Обязательно. И по видео, и по оффлайновым каким-то действиям. И сейчас мы пока не будем заикаться, но нам тут предстоит поездка в другой город, где мы проведем творческую встречу. И этот еще формат опробуем. Если он получится, так мы, может, и в Питере, и в Москве такое сделаем. Вот. Поэтому, значит, как сказал Егор, ссылки на фестиваль все вот там. От себя могу сказать, что съездил в Берлин со своими экскурсантами и твоими тоже зрителями, естественно. Был огонь. Я сам не ожидал. Я влюбился в этот город. Ненавидел Германию и Берлин. Теперь вообще обожаю. Поеду туда еще в марте. Набирается группа. В ноябре уже все. Запись закрыта. В январе в конце мы едем в Париж. И на новогодние праздники меня вот умолили. Сначала попробую новогодние праздники сделать. Я собираю группу в Питер. Трехдневный тур будет. Романы без соплей. Террористический Петербург. Дворы Петербурга. Вот три дня будет тематически. Если интересно, пишите. Вышли все подробности. А потом еще в марте организую тоже такое. Ну, вот. Вот. Супер. Ну, а я занимаюсь сейчас подготовкой фестиваля, который пройдет в Москве. Также в планах на весну 2019 года у нас будет... 2020. 2020, да. Прошу прощения. У нас будет тур на Кольский полуостров с заездом в Норвегию. О! Шикарно. Вот. И также хочу активно проработать новый сезон водных экскурсий, которые в следующем году будут не только в Петербурге, но и в Москве. В Москве это наиболее актуально, потому что в Москве, скажу честно, на водных экскурсиях меньше увидишь, чем в Петербурге. Поэтому вам, конечно, Егор Николаевич тут очень пригодится. Вот. Ну, на этом все. Комментарии туда. Увидимся. Пока.